неосторожность и опалил бороду очень сильно бывает такое и а я работаю ну по конторам бухгалтериям ходить часто приходится я под снабжением работаю и чтоб насмешка не быть для других я обрезал это то что палил то и сейчас хочу ехать потеряю коности и боюсь вы меня не благословите не пустите туда но еще сказать то а вот савва когда он упал там такие смоленные они были когда братья прогнали его и у него только местами клочками осталось он не стал подправлять а борода была хорошая же отогретая от того упал в соляную яму где огонь чтобы я не хвалился ну так вы в алтаре то прислуживаете да ну и все остальное в мини же ростом у меня видно что она уже короче стала я я не знаю я стесняюсь этого меня это обжигает очень и я вот до последнего уже ехать надо я все не мог к вам обратиться чтобы спросить благословения то на поездку потеряю вку переезжай в любое время все благодарю и знаете с богом и сегодня сегодня даже священник мне сказал ну перед крещением вот эти огласительные беседы два часа он сегодня мне говорит иди начинать беседовать молодец я я им о христе рассказывал одна девушка даже прослезилась ну и хорошо видите как бог вас возлюбил я даже сомневаюсь игнатий тихонович хорошо ли это или плохо потом потому что когда гонения нападки были я понимал что это испытание мне господь дает надо устоять а сейчас все благополучно все благословенно и хорошо ли это за все благодарю слава богу за все за все аллилуйя ну все дает вдохновение бог ну все тогда не знаю во вторник или среду тогда я выезжаю а с кем кто у вас там есть один еду на машине до кого кто то же у вас там был с кем вы выезжали с авраамом а его нету я не знаю где он где-то на востоке в шахте работает какую-то большую аварию сделал тебя рассчитываться надо надо ну да ну ладно ладно спаси христоши позвонили все благодарю игнатий тихонович я радость теперь теперь об этом о бороде не думает даже она вас хорошо выглядит все тогда от отошел все все спасибо